Привет всем, с вами Индумер. Шестой уровень в ресурсах Шунуф Ивила будет означать то, что по его прохождении половина аддона будет позади. Половина аддона будет пройдена, мы стоим в шлюзе, предстоит сейчас бежать по марсианской поберности, наверное, запулят как от демонов, потому что всех начали возвращать, резко набрасывать нам. И мы все еще носимся с этой табличкой, то к доктору ходили, то теперь Элизабет Макнил ищем, но посмотрим, что у нас там. Задание лаборатории Фобос примерно так же лаконично, как и плиты. Лаборатория Фобос и все, видимо задание дадут чуть попозже, но мы-то с вами знаем, что табличку нужно нести Элизабет Макнил, поэтому открываем марсианскую поверхность. Ой, не так, и погнали. А, она сама открывается, что же, очень хорошо. И че, кто, где? А вот и он, а вот и он родимый, слушайте, я прямо, прямо, прямо скажем, угадал. Наверное, наверное, как от демонов стоило бить, кстати, с граббера. Давай, 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 но... Опа. Да, супер хорошо, они разваливаются с граббера, я так и думал, но мне теперь не хватает кислорода. Вот теперь снова хватает. Давайте еще как от демонов. В общем-то, полностью, полностью, целиком угадал, все, в общем-то, так, как я и предсказывал. Но граббер здесь, конечно, против них наиболее эффективен, потому как проходить к ним с двухтолками мне что-то не очень хочется. Надо же, куда тебя закинули. А как тебе насчет бочки? Думаю, отлично. Слушайте, какая хорошая битва, какая интересная, классная боевка здесь пошла. Уж не знаю насчет... Тресловутого сердца душ. Стоит ли его использовать сейчас? Не знаю. Слушайте, действительно плотный какой-то бой, даже неожиданно, неожиданно и приятно. И так долго я нахожусь на этой поверхности марсианской. Как долго я делаю вот это все. И отовсюду сыпятся мобы, все так напряжно, сердце душ так и просится. Используй меня, используй! Но... Но нет. Кажется, что нет. И есть у меня этому тоже какое-то свое объяснение. Я вот подумал о том, что... Все-таки Дум это игра про месилово, правильно? Игра про то, что ты бежишь, стреляешь, разваливаешь. Разваливаешь. И, в общем-то, замедление времени как-то не способствует тому, чтобы ты круто разваливал толпы врагов с двухстволки. Там, пускай даже с грабера. И замедление делают монстров. И всю боевку настолько для них простой. Ну, для меня точнее простой. Для них полностью прям закрывает их и нивелирует. Это прям, ну, настолько как-то неподумовский. И хочется все-таки бегать, сражаться, драться, уклоняться и все такое. Вон, дрон. Райден. А ты можешь гроб вызвать? Райден. Может, его надо дефибриллировать, того робота? Жалко, конечно. Жалко, всегда. Жалко смотреть. Печальное зрелище. Но надеюсь, что Райден его починит. А нам, стало быть, сейчас дадут робота нового. Если ты ищешь монорельс, тебе туда. Монорельс, да нет, я ищу Элизабет Макнил. Ох, не, роботы, твои друзья. Если жить не надоело, держись к ним поближе. Хорошо, хорошо. Но, вообще-то, я помню, что они и меня так-то коцают нехило, когда стреляют. Найдите часового бота в тоннелях обслуживания. Конечно, друзья, роботы, во-первых, агрят на себя моба. Во-вторых, и сами неплохо по ним стреляют. Но, главное, не вставать у них на пути. Как лихо он вырвался оттуда. Когда булгар атакует, он сбивает мне прицел немножко, и я рискую промахнуться, выстреливая у нас двустволки, выстрелить над ним. И это, конечно, очень критично, учитывая скорость перезарядки двустволки. Это прям супер подставляет меня. Чё, кто-то где-то. Кто-то где-то. Прямо как специально под них подкладывают бочки. Ух ты, сразу два зомби. Дубль килл. Очень приятно. Они как специально вылезли. И создается ощущение в этой игре, что всё делается нарочно, специально так, чтобы игроку наибольше доставить вот это удовольствие из выстрелов из двустволки, там, из прочего, всего этого. Всё как-то идеально так исполнено в этой игре, чтобы игроки сказали, да, вот это круто, краберам кидаться классно, с двустволки убивать по двое тоже круто, замедлять время там периодически круто. Всё сделано как будто вот именно с такой целью. По крайней мере, выглядит всё это именно так. Так, так, а куда мне надо? Снова играют, судя по всему, какое-то подобие музыки. Какой-то, какой-то гул, то ли какой-то стук, то ли какой-то шум. И это очень напоминает мне то, как пытались подавать музыку в оригинальной компании Третьего Дума. Ред Гроссман. Гроссман значит человек большой. Ух ты, а ты-то откуда взялся? Мне кажется, там кто-то тут стреляет по мне, или мне показалось? Нет, кажется... Кажется, показалось. Мне показалось, где-то был шотганер. Вроде показалось. Гул вообще такой неприятный, прям супер-супер неприятный. Куда бы мне встать, чтобы не шуметь? И посмотрим, посмотрим, что за ПДА Фрэнка или Фреда Гроссмана. Фреда. Снова аудиозаписи нет, обслуживание станции Еребус. И тут пошли письма от Элизабет Макнил. Убедись, что включил часового бота. Мы не можем больше терять людей. Когда он вернётся, сразу же пришли отчёт. Бред, я начинаю волноваться. Какая там обстановка? Нам нужно выдвигаться. Следующее письмо от Элизабет. Убедись, что... А, так это мы читали только что. И от Секьюрити. Мистер Гроссман, мы нашли код к хранилищам в вашей зоне. 134 должен работать. Если у вас будут проблемы, свяжите с нами, Эванс. В общем, как в прошлом, точнее в оригинальной кампании Третьего Дума, за все коды отвечал Майкл Абрамс, тут отвечает Эванс. Поменялись местами? Ну что ж, давайте глянем, что здесь лежит. Неужели плазмаган? Нет? Какая-то муха вылетела из этого ящика, и лежало пара патронов. О, здесь ещё есть, давайте. Плазмаган, плазмаган. Ну нет, патрон на пулемет. Ничего не берётся. Настолько много патронов. Настолько бесполезно другое оружие, имея всего лишь, как справедливо отметил в комментариях, Иван. Двустволки, грабберы. Иногда супер-супер вредку стёжечку, сердце, душ хватает на 110% этих игровых ситуаций здесь, поэтому я просто не представляю, даже если мне дадут плазмаган, зачем он? Что мне с ним делать? Какая интересная арка, такое чувство, как будто сейчас что-то будет. Возможно, новый босс, потому что пора бы. Зачем мы первого босса выдали во втором уровне, если в последующих особо ничего не происходит? Чё не в третьем, чё не в пятом? Почему во втором-то? Ты кто? Ревенант, смотрите-ка, а я говорил, а я говорил, что возвращают всех. Всех нахрапом. Двергли Ревенант. Кстати, очень интересно было бы, чтобы было, если бы... Я не могу схватить его ракеты, между прочим. Очень интересно, чтобы было, если бы Ревенант кинул ракету, в то время, как я поднял бочку граббером, наверное, это был бы просто кошмар. Ну, в общем-то, вот, показали, что Ревенанты тоже здесь. Всё, короче... Как-то я не понимаю, почему в этих двух уровнях именно возвращают всё? Почему не размазать было удовольствие это? То есть там когда-то ребёнка этого, когда-то Манкубуса, когда-то там Ревенанта, когда-то Мэга. Это в каждом уровне по чуть-чуть, по чуть-чуть возвращать. Нет, они решили за два уровня вернуть абсолютно всё. А вот и часовой бот. Следуйте за часовым ботом к транспорту груза. Какой хороший, милый бот! Он вернулся ко мне, пришло посмотреть на меня, как у меня дела, в порядке ли я? Позвать меня с собой? Ты умница, милашка. А вон и паук что-то за лагамши стоит. Когда начал появляться Ревенант... Ревенант? Верерат? Когда начал Ревенант появляться, я на один момент подумал, что телепортирует Арчвайла, но нет, до Арчвайла дело ещё не дошло. Но я думаю, что всё впереди. Я думаю, что без Арчвайлов мы здесь не останемся. Давай, друг, давай вместе из-за стоматов шмалять по паукам. А, я хочу кинуть паука. Кстати, я когда-то говорил, что нужно кинуть лоссового, и пока что не предоставлялось, возможно. Ревенант тоже умирает с одного выстрела с двух столб, и что ж, это очень классно, потому что... Потому что Ревенант довольно сильный, неприятный моб, которого глушить с одного удара очень и очень приятно. Очень-очень хорошо, поэтому меня безумно радует, что Ревенант дохнет именно так. Ты моего бота не трожь, ты паук. И вот опять же по поводу тех же самых пресловутых лоссовов. Почему их выдавали только в первом уровне? Ну, там, может, и во втором, где были раскопки, правильно? Почему лоссовов перестали давать после этого? Это же странно. А вот и бронька. Потому что я хочу кинуть лоссового. Я хотел, хотел его бросить, обещал попробовать это сделать, но не дают. Равно как и Хэллнайт и бензопилу, чтобы запилить его попробовать. Поэтому остается только кидаться бочками да пауками. Какой ты грозный, на! Слушайте, как хорошо, как хорошо, что они все вдохнут с одного удара. Это настолько приятно. Это прям... Там кто-то бежал, или мне показалось? Кажется, показалось. Но вообще, тоннель довольно жестокий, довольно грубый. Все измазано кровью. Без этого бота мне бы здесь приходилось юзать сердце душ, наверное, постоянно. Но зачем это? Снова галюны поперли. Давай. Интересно, взорвав бочку, не ранил ли я своего товарища? Тащи! Тащи! Граббер работает! Ясно, граббер не работает. Кошмар какой-то вообще. У него еще такая ограниченная дальность действия у этого граббера. На! Это не получилось особо. Дружочек, ты там жив? Ты моего... Вот и не дамаж. Лучше меня дамаж. Я затанкую. Очень ограниченная. То есть, грубо говоря, стоя здесь, я не могу притянуть эту бочку, потому что она прям супер далеко находится. Надо подойти аж вот так. И если на линии обзора между тобой бочкой находится какой-то моп, он почему-то еще не хочет подтаскивать ее к себе. Он тащит ее и тут же отпускает, бросает. Короче, у граббера применения еще довольно-таки ограничены, но справедливости ради, я помню, что у граббера пушки во второй халфе было примерно то же самое. Что это? Почему я не могу здесь пройти? Странно. Во что я врезаюсь? Я не могу пройти здесь. Смотрите. Это же просто смешно. Здесь же ничего нет. Но я не могу протиснуться. Какой-то баг с невидимой стенкой. И в обратную не могу пройти. Очень интересно. Ты где, дружочек? Ты уже дошел и уснул? А где он? Эй. О, снова пошло. Где мой бот? Слушайте, я реально не вижу его. Куда он делся? Я пока разглядывал стену, в которую я впервался. Бот куда-то ушел. Я надеюсь, что вы не убили, по крайней мере, останков его я не вижу. Но так же я не вижу, чтобы он лег куда-то. Где ты? А, все, он прилег. Все верно. Но во второй халфе, по-моему, тоже дальность. Нет, нифига. Во второй халфе у гравипушки дальность была намного больше. Потому что там был этап, когда можно было с этим сом механическим спутником Аликс, перекидываться мечом, который являлся деактивированной миной. Так вот, эту мину можно было зацепляться с охеренного просто расстояния. И здесь он не может подхватить бочку буквально в двух шагах. Это, конечно, это, конечно, не чета. Той гравитапи, как его называли, что была. Автосейв и прут прям один за одним. Опаньки. Ну что, здесь, кажется, нас ожидает босс. Я думаю, что я не ошибусь. Ну давайте. Транспорт груза. Что это значит? А я забрался? И что? Босс, новый моб. Кто? зона большая и похоже на, реально на то, что все же босс плюс валяются трупы, с которых можно высосать душу, поэтому я готов. Заносите. Давай. Да, кажется, что это босс. Да, это точно он. Какой-то то ли глиняный, то ли каменный. Так, понятно, у тебя есть сердце, которое тебе надо накидывать. Это я понял. О, вот ты еще и прыгать умеешь ни хрена себе. Так, давай время замедливаю, чтобы понять, как ты работаешь. Ты там пока прыгай. Сердце, да, тебе надо херачить? Или что? Ты че стоишь-то? Ты вдох? Или что с тобой? Ну давай еще разок. Ой, как ты там раздухарился. Открой сердце, я же не могу стрелять. Что ты прыгаешь? Как же это глупо? Ё-моё, это просто на глупейшей к этой истории. А где труп-то лежал? А, он его растоптал. А, нет, я высосал из него уже. Все, что нужно было. Ты откроешь сердце, или что? Что к чему? Или нужно, чтобы ты сюда кидал? Какая тактика у этого босса? Ой. Ты куда? Нет, по всей видимости, я не могу в него просто стрелять. Где тут мужик? Он взорвался. Так, сердце снова доступно. Спасибо тому видосику появления этого босса, которое показало, что у него вот есть это ядро внутри, или что это. Потому что теперь стало абсолютно очевидно, что долбить нужно именно в него, по крайней мере. Я надеюсь на это. А босс еще жирный такой. Ну и что? Кажется, что я что-то делал не так. Хм. Что же мне делать? У меня остался один заряд сердца. Злится. Давай. Кажется, что я что-то делал неверно. Кажется... Нет, я убил его. Гимни Павлер. Все. С одного трая. Но это было очевидно, потому что видео показало мне, что у него сердце есть. Давай, заряди меня новой мощью. И снова я получил какую-то силу. Значит, в прошлый раз, когда я убил босса, я получил ачиву артефакт заряжен. Я получил ачиву гимми тайм и стал управлять временем. Теперь я получил ачиву гимми павер. То есть, теперь я получил какую-то силу, судя по всему. Давайте попробуем посмотреть, как это. Как переключаться между силами? Интересно. Ну, давайте запишемся для начала и посмотрим. Нет, это опять же пресловутое замедление времени. Ну, ладно. Я думаю, меня научат, когда придет время, потому что наверняка как-то можно. Можно переключаться, потому что я не просто так явно высосал с него что-то. То же самое, что было и с первого босса. И там был тайм, тут павер. Я уверен, что так оно и есть. Вот. Ну, в общем-то и все. Я в начале уровня не зря просил дать мне босса, потому что якобы давненько его не было. Вот, далее, в шестом уровне второй босс уже убит. Что же ждет нас впереди? И что, это конец уровня? Да, действительно, уровень просто крайне короток оказался. Да? Или что? Или нет? Ой, снова вот эта красота. Очень интересно, что я нажал на эту штуку, уровень не кончился. А вот это он так медленно заканчивается. Что ж, понятно. И удивительно. Впервые такое вижу в третьем доме. И едем в лабораторию Фобос, где как раз таки Элизабет и находится. Я думал, будет какое-то видео. Ну что ж, давайте доедем хотя бы. Алло, солдат. Алло. Вы должны доставить артефакт в комплекс Дельта через экспериментальный телепорт комплекса Фобос. Он рядом с вами. Доктор Клаун связался со мной. Единственный способ включить телепорт и добраться до Дельты. Артефакт необходимо уничтожить. Иначе... Иначе что? Что там с тобой? Мать. В общем, понятно. Артефакт нужно уничтожить. Бла-бла-бла. И мне нужно попасть в комплекс Дельта через лабораторию Фобос. То есть мы все-таки вернемся в то место, где были в оригинальной компании третьего дума. А именно в лаборатории Дельта. Что ж, это очень-очень прекрасно. И она находится сама якобы в лабораториях Дельта. Как и сержант Келли продолжают убегать от меня и все такое. Что отдельно хотел отметить. То, что... Пока думал, уже забыл. Ну, в общем... А, хотел отметить то, что вообще почему-то в третьем думе не дают покататься толкованно на монорельсе. Очень короткие поездки не дают полюбоваться окружением и прочим. Но как есть, как есть. Довольно короткий вышел уровень. Ну что ж, по крайней мере в нем был босс, который лег так же с первого трая, как и первый босс. Тут боссы, наверное, даже еще легче, чем просто в третьем думе. Ну что ж, спасибо за то, что у них такое яркое превью, на котором они показывают, как они действуют и что у них есть. Ну ладно. Посмотрим, что сердце умеет в следующий раз. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте все мнения в комментариях под этим видео обязательно. Также забегайте в телеграм-канал. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. До встречи в следующих уровнях. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова